Принцип очень простой. Принцип распределения активов. У вас есть общий размер капитала и есть инвестиционный капитал. Инвестиционный капитал от общего капитала уменьшается на размеру финансовой безопасности. То есть мы сделали подушку финансовой безопасности, все распределили их в консервативные инструменты, в том числе в облигации. Пусть они там лежат. Остался инвестиционный капитал. Инвестиционный капитал, в свою очередь, он делится вот по этому простому принципу, который я привел. Консервативных инструментов, консервативных именно облигаций, золота, недвижимости должно быть столько, сколько лет человеку. То есть если человеку 50 лет, у него идет 50 на 50. Если человек формирует инвестиционный портфель родителям, пенсионерам, которым там 60-70 лет, то в этом случае консервативных инструментов 60-70 лет. Очень просто управляется, очень легко считается. Сколько лет столько консервативных инструментов. И соответственно вычитаем из 100, получаем долю рисковых инструментов, ну не рисковых, а долю акций. Возьмем мой личный пример. 38 лет мне. То есть 38 у меня должно быть в принципе в облигации, в золоте, в недвижимости. 62% у меня должно быть в акции. Получаем вот этот вот свободный 62. То есть со 100 рублей, 62 рубля у меня аллоцируется в акции. Здесь тот же самый принцип. Компании стоимости. Если я формирую портфель из отдельных акций, если я не начинающий инвестор, про начинающих инвесторов мы отдельно поговорим. Сколько там, то есть какие инструменты использовать. Я говорю про себя, про меня задают вопрос. Я говорю, как это у меня. Соответственно, 62 рубля со 100 у меня остается аллокация в акции, из которых 38% от 62 рублей у меня направляется в акции стоимости, дивидендной истории, дивидендный портфель. А оставшаяся сумма, соответственно, инвестируется в акции роста, которые пока не платят дивиденды, но у которых есть хорошая история дивидендных. Для начинающих инвесторов им трудно выбрать конкретные акции. Они могут столкнуться с сложностями в этом плане. И в этом случае, если я инвестирую в компании стоимости и в компании роста, то для простого инвестора можно рекомендовать, что бы он инвестировал в компании стоимости равно, но опять-таки не 100% равно, я сразу делаю оговорку. Это компании развитых рынков, компании Америки, компании Европы, или широко диверсифицированный портфель по всему миру. А 62% это акции роста, то есть это имиджен маркетс, это инвестиции в фонды, которые инвестируют в акции развивающихся рынков Китая, России, Бразилии, потому что там получается, что у них есть куда расти, там более высокие риски, там более высокие прибыли в долгосрочном периоде, и поэтому это будет достаточно просто. И сложностям вот здесь абсолютно ничего нет. КОНЕЦ